приветствую вас дорогие друзья сейчас мы с вами заполним заявление о выдаче разрешения на временное прошивание по версии 2017 года то есть самая свежая версия на сегодняшний день сегодня у нас 24 октября когда я делаю эту запись 24 октября 2018 года итак я вам показываю заявление которое было принято в работу органами миграционной службы отделом по вопросам миграции мвд что же здесь свидетельствует о том что эта форма новая ну вот посмотрим вот этот вот блок разрешение на временное проживание выдана тогда-то начальник и здесь подстрочное пояснение наименование подразделения по вопросам миграции территориального органа мвд россии на региональном или районном уровне то есть здесь нет ни слова о фмс о федеральной миграционной службе организации которые теперь уже не существует и в общем если в в этот отдел по вопросам миграции попадает такой планка они сразу автоматически его не принимают и возвращают вам документы так дальше прошу мне выдать разрешение на временное проживание в пределах квоты установленной на 2000 такой-то год без учета квоты на основании пункта 3 статьи 6 федерального закона 25 июля 2002 года номер 115 ф.з. о правовом положении иностранных граждан российской федерации не нужно зачеркнуть ну и в пределах квоты установленная на 2000 такой-то год я зачеркиваю мотивы побудившие обратиться с данным заявлением переезд на постоянное место жительства в российскую федерацию ну такой вот выбран мотив такой мне предложила сотрудница фмс еще когда я себе заполняла это заявление вот такая формулировка проходит не знаю какие существуют много существует разных так сведения заявителей фамилии имя именно отчество если имеется дальше читаем подстрочные фамилии и имя указываются буквами русского кириллического и латинского алфавита в соответствии с документом удостоверяющим личность в случае изменения фамилии имени отчества указать прежние фамилии имена отчества причину и дату изменений но у нас к счастью никаких изменений нету пишем в соответствии с нашим документом с паспортом в котором имя имя и фамилию указаны и кириллицей и латиницей и при этом предъявляем копию паспорта с переводом так число месяц и год рождения так здесь нет подстрочных пояснений указываем в соответствии со свидетельством о рождении которые также предъявляем и копию предоставляем так указываем да тут 24 10 1988 то есть здесь можно писать не словами а цифрами хотя в документе можно было в документе указано кстати прописью можно было и прописью написать но у нас приняли вот так может быть не совсем компетентный был сотрудник что-то у меня тоже есть сомнения что сотрудник у нас принял а дальше дальнейшая инстанция может завернуть но хорошо вроде бы это ошибкой не является город москва российская советская федеративная социалистическая республика здесь зато все словами все буквами без всяких сокращений в общем аббревиатуры не вставляем хотя в документе по моему как раз аббревиатура стоит свидетельство о рождении я перестраховалась в одном перестраховался в другом нет так ну посмотрим как пройдет третий пункт гражданство подданство какого иностранного государства иметь в настоящее время пишем республика казахстан где когда на каком основании приобретено утрачено павской паспорт номер такой-то выдан министерством внутренних дел республики казахстан такого-то числа это указываем в соответствии с переводом паспорта в нашем паспорте это написано на английском языке поэтому потребовался перевод если было бы на русском можно было и не переводить так номера серии документа кем и когда выдан нам перевели министерство внутренних дел полностью если бы перевели сокращенные аббревиатура мвд то можно было бы так написать сокращенно национальность казах вероисповеда не указывать не желаю такая формулировка подходит национальность тоже можно не указывать его как и написать указывать не желаю главное не оставлять пустой строку адрес места пребывания пишем в соответствии с регистрации по месту пребывания в данном случае у нас временная регистрация это отрывная часть бланка уведомления с которой вы наверное знакомы так родились ли на территории с рсср и состояли в гражданстве сср родились на территории российской федерации не нужно зачеркнуть зачеркнули не нужно оставили что родились на территории сср до свидетельство о рождении такое-то выданная тогда-то черемужским отделом загс города москвы ну соответствие со свидетельством о рождении копию которую предоставляем и сам документ предъявляем имеете ли не трудоспособного родителя стоящего в гражданстве российской федерации нет являетесь ли вы участником государственной программы по оказанию содействия добровольным переселению российскую федерацию соотечественников проживающих за рубежом членов семьи участника государственной программы нет информация о документе соответствующим уровне образования специальность название профессии направление подготовки так здесь отвечаем выше окончил актюбинский государственный университет имени жубанова диплом такой-то серия номер выдан тогда-то город октябрь республика казахстан ученая степень ученое звание не имею семейное положение женат свидетельство о заключении брака номер такой-то дата выдачи место выдачи соответствии с подстрочным пояснением следующий пункт 15 члены семьи идет в виде таблички если вы заполняете вручную вам выдадут приложение где этот пункт отдельно поскольку очень много места занимает ручное написание да и у вас в таблицу может не поместиться и чтобы не мельчить вам выдадут отдельный лист но всяком случае нам выдавали поскольку мы заполняем на компьютере для нас это не проблема пишем в том порядке в котором перечислено в в самом вопросе члены семьи муж жена родители дети братья и сестры значит сначала пишем супруга затем родителей затем детей потом сестры братья и сестры если есть перечислили а значит пункты их фамилия имя отчество дата и место рождения гражданство страна проживания место работы учебы все указываем место работы обратите внимание с точностью до города если не работает естественно да если работает то указываем организацию в которой работает если это частное лицо указываем частное лицо так сведения трудовой деятельности за последние пять лет предшествовавших дню подачи заявления включая учебу в организациях осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательной программы образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования военную службу Так, заполняем, подаем в октябре 2018 года, значит начинаем свой отчет от октября 2013 года. То есть откручиваем ровно 5 лет назад. И вспоминаем. Мне в предыдущем отделе по вопросам миграции помогла сотрудница. Она выкатила мне все даты моих въездов, выездов. И я с ее помощью заполнила. Здесь мы заполняли по памяти, и сотрудник нам не предложил такую помощь. И я забыла попросить его проверить это дело. А он, видимо, тоже не очень большой опыт имеет по приему заявлений на РВП. В общем, мы можем тут, если ошибемся, где-то ошиблись, дать нам могут завернуть это заявление, отказать. Это страшно. Потому что огромная масса работы проделана, столько денег потрачено на все эти копии, заверения нотариальные. И все в соответствии с этими сведениями о ваших въездах-выездах. Если у вас паспорт, и если вы не меняли, и у вас стоят штампики о въездах-выездах, вам будет несложно. Вы там разберетесь. Но у нас паспорт поменяли, поэтому всех этих сведений в нашем паспорте не было. И все пришлось по памяти делать. Но надеюсь, что я не ошиблась. Так, идентификационный номер налогоплательщика. ИНН у нас нет, поэтому не имею. Предполагаемая трудовая деятельность на территории Российской Федерации. Работа по специальности дизайн. Ну, то есть по своей специальности указывает человек. Предполагаемый источник средств существования на территории Российской Федерации. Доход по месту работы. Имеете ли непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления за пределами Российской Федерации? Нет. Адрес предполагаемого места жительства. Указываем. Вместе с заявлением представляют следующие документы. Пишем копии, двоеточие, паспорта, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, диплома. Дальше. Сертификат о владении русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации. Этот сертификат тоже у нас в Лануде, он стоит 5700, по-моему. Мы заплатили. Там разные градации есть, кстати, для граждан Украины, из Донецкой и Луганской областей. В два раза дешевле, ну вот ровно в два раза дешевле стоит ценник. Чек-ордер об оплате госпошлины. Я предупреждена, что в выдаче разрешения на временное проживание мне может быть отказан, либо выданное разрешение может быть аннулировано в случае предусмотренных статьей 7 федерального закона 25 июля 2002 года, номер 115 ФС о правом положении иностранных граждан Российской Федерации. Вот эту графу, вот этот вот блок, обязуюсь в течение 30 дней со дня подачи заявления представить в пишется орган, куда и здесь пишется подпись. Недостающие медицинские документы можно принести после, донести после подачи. И вот в течение 30 дней это надо. Кстати, у нас есть прецедент, мой младший сын в 30 дней не уложился, и ему отказали в выдаче разрешения на временное проживание, и в следующий раз можно подавать. Только через год. Таким образом не расслабляйтесь. Если у вас приняли заявление без медицинских документов, не затягивайте с прохождением медицинской комиссии и медицинским заключением. Всем желаю успехов. Надеюсь, мое видео вам помогло. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал и следите за плейлистом иностранцев, иностранцам в Российской Федерации. С вами была Аюна Коновалова. Всем пока!